Привет, дружище! Меня зовут Шампу, и мы продолжаем наши с тобой приключения в игре Готика 3. В предыдущей серии Безымянный посетил деревню Кабдун, захваченную орками, и решил завоевать доверие захватчиков. Для этого он выполнял задания орков и их наемников, и в принципе преуспел. Репутацию уже 60 единиц, и осталось добить совсем чуть-чуть. Конечно, это можно сделать на арене, однако я слаб и не уверен в себе. Мне кажется, что наемники меня с легкостью одолеют, отдубасят, заберут мое оружие и золото. И этого мне совершенно не хотелось бы. Так что в целях на сегодня отправиться на побережье и разгромить банду Артеги. Кроме того, мне вызвался помочь наемник Сайрус, которому надоело сидеть в Кабдуне и ничего не делать, а вот сразиться с бандитами, разогнать кровь всегда пожалуйста. Итак, для начала предлагаю поспать и отдохнуть, потому что сейчас ночь, темно, и лучше никуда не уходить. Так, я выспался и хорошо отдохнул. Итак, как я планирую провести сражение? Так как у меня нет адекватного оружия, брони, да и я в целом слаб. Я не думаю сражаться в ближнем бою, а вот использовать стрелы, мне кажется, это оптимальный вариант. У меня есть при себе 11 огненных стрел, 16 оглушающих и 16 обычных. Предлагаю закупиться обычными, потому что они дешевле всего, даже несмотря на то, что они стоят бешеные деньги. А, здорово, Сирок. Покажи мне свой товар. Итак, обычные стрелы. Стоят 14 золотых монет за штуку. Это ужасная цена. Но, с другой стороны, оглушающая 30, огненная 60, заразные вообще 200. Конечно, есть и отравленные, а это болты, я думал, стрелы. Но, мне кажется, у алхимика точно будут отравленные стрелы, но, опять же, я не знаю, как хорошо они работают. Скорее всего, потеряет здоровье четверть или пятую часть бандит, и ничего толком не изменится. Поэтому, предлагаю закупиться обычными стрелами, сделать, ну, сколько, ух ты, нет, столько у меня денег нет, к сожалению. Ну, наверное, сотня. Хорошее число, ровное. Плюс у меня, я вижу, есть болты, но нет арбалета. Арбалет я использовать не планирую, потому что у арбалета жутко медленная перезарядка, да и в целом он мне не нравится. Поэтому болты я продаю, и сколько у меня монет останется? Я трачу тысячу, тут 400. Давай еще 9 огненных стрел я прикуплю, чисто ради того, чтобы поджечь каждого бандита. Наверное, в банде Артеги человек там 15-20, не больше. Соответственно, каждого поджигаю, а в это время Сайрус с ними сражается. Так, чего? А, мне не хватит денег. Вот обидно. Так, слишком дорого. Ржавый боевой топор. Давай-ка я булаву продам. Вот теперь точно хватает. И осталось 232 монеты. Отвратительно. Кроме Сайруса, мне будет также помогать дикий зверь. Потому что у меня есть свиток приручения животных, однако я не помню, как именно он работает. То есть зверь приручается навсегда или только на какое-то определенное время. Заодно и проверим. А, здорово, Сайрус. Пойдем охотиться на бандитов. Хм, здорово. Давай нанесем визит Артеге. У этого разбойника где-то здесь, на побережье, должно быть логово. Дай мне знать, когда начнется потеха. А, пойдем. Иди за мной. Тогда давай-ка. А, так, Сайрус, во-первых, я хочу тебе дать два зелья. Вот. А то вдруг ты каким-то случайным образом помрешь. Ну и пошли. Также сейчас с Сайрусом можно было смотреть все побережье, но мне кажется, это неправильно. Поэтому давай сделаем вид, что если бы я попытался пойти на пляж или куда-то еще, Сайрус сказал, здесь Артега не может находиться, пошли искать его в другом месте. Так, пожарю все мясо. И заодно сейчас посмотрю у алхимика, есть ли отравленные стрелы. Я чисто ради эксперимента одну бы прикупил, чтобы проверить, а, насколько она эффективна. Здорово, Изель. Покажи мне свой товар. Нет, отравленных стрел у него нет, кроме рецепта. Однако я об алхимии ничего не знаю и сам отравить стрелы не смогу. Ну ладно. Так, по поводу еды. А6 зелья, 7 шнапса для восстановления выносливости, 8 мяса, 9. На 9 давай я поставлю грибную похлебку. Конечно, она восстанавливает еще много манны, но пускай она будет. И давай подумаем, кого я могу приручить. Можно приручить волка. Однако волк достаточно слаб. И его бандиты с легкостью разберут. Можно приручить шершня. Шершень отравляет их ядом, но опять же слаб. И ничего хорошего из этого не выйдет. Вот здесь в лесу я видел черных волков. Они вроде как посильнее обычных, однако... Они ходят обычно толпой, гурьбой. И, соответственно, если я приручу одного, мне кажется, он нападет на своих же товарищей. И из этого ничего хорошего не выйдет. Так что я приручу кого-то другого. И теперь попробуй угадать, кто это будет. И напиши в комментариях, если угадал, ну или нет. Так, побежали. Ну, естественно, это не падальщик. Потому что падальщик умирает абсолютно от чего угодно. Дай-ка я использую телекинез. Конечно, это заклинание меня разочаровало. Потому что я вижу, ну, практически вплотную. Вот передо мной растение ман. Я и так его вижу. Телекинез мне тоже об этом сообщает. То есть в Архалосе телекинез работал просто замечательно. Можно было за 3 километра увидеть какой-нибудь корешок, предмет и так далее. А здесь, ну, небольшая дистанция. А с другой стороны, во всяких пещерах, где на полу валяется куча всякого хлама, я думаю, телекинез будет полезен, чтобы не пытаться глазами высмотреть непонятно что. Так, тут вроде никаких секретных растений нет. Так, Сайрус не отстает, молодец. А волки? Волки обитали вот здесь где-то. Но опять же, я могу попробовать посмотреть, сколько там волков. Мне кажется, это безнадежная затея, их пытаться приручить. Так, я вижу, как минимум. Одного. Да. Раз, два, три. Нет. Приручить даже не буду пытаться, их слишком много. И, скорее всего, мой прирученный волк на своих бывших братьев нападет. Ну, почему бывших? Он, наверное, просто забудет о том, что у него была волчья семья. Так, солнцегляд. Сайрус идет, все в порядке. Дикая ягода. Чугун-корешок. Ну, опять же, я подбираю абсолютно все, потому что я уверен, что мне эти растения понадобятся. Ну, сварить какую-нибудь там похлебку или использовать в алхимии. И впереди на дороге какой-то мужик сидит. А рядом перевернутая телега. Наверное, это торговец? А, здорово. Ты опоздал. Теперь все пропало. А, что пропало? В чем твоя проблема? Посмотри, что творится на улице. Бандиты все у меня отняли. Будь проклят, Артега и его банда. О, я как раз собираюсь разобраться с Артегой. Они у тебя что-то украли? Что они у тебя украли? Я вез пять ящиков лампадного масла в Ордею. Бандиты Артеги отняли у меня все ящики. Без масла я разорен. Как понимаю, бандиты напали на твою повозку, а ты в это время, наверное, успел сбежать в лес. Там укрылся и, соответственно, тебя не тронули. Ну, ладно, я верну твое лампадное масло. Я верну тебе твое лампадное масло. Не разжигай надежду у отчаявшегося человека. Но если ты действительно найдешь мое масло, я не останусь в долгу. Очень на это надеюсь. Кстати, а ты вообще не знаешь, сколько у Артеги там людей и так далее? Этот Артега. Что он из себя представляет? Артеге наплевать и на орков, и на кого бы то ни было. Он наводит ужас на весь прибрежный район. Его бандиты убивают и грабят без капли жалости. Кто-то должен преподать им хороший урок. Мы с Сайрусом как раз-таки и планируем этим заняться. Они знают, где находится Артега. А где сейчас Артега? Эта сволочь наверняка прячется в каком-нибудь разбойничем притоне здесь, на побережье. Если бы я знал где, я бы натравил на него орков. Ясно. Как понимаю, на Иомара напалили бандиты, и он не стал их выслеживать. То есть пытаться проследить, куда они отнесут его ящики. Но это вполне разумно, потому что, а вдруг они его крохнули бы? Что ты теперь будешь делать? Понятия не имею. Дожидаюсь чуда. А еще лучше, первого орочьего патруля, который отправит меня на шахту. Ты что, решил самоубиться? Не стоит это делать. Лучше отправься в Ордею. Повстанцы, между прочим, отбили деревню. Там тебе будут рады, как мне кажется. И по поводу ползунов. Это задание от охотника Марсдена из Ордеи. Он сказал, чтобы я зачистил пещеру от ползунов, которая где-то здесь на дороге Венгард. Иомар, ты не знаешь, что это в такой пещере? А тебе ползуны тут не встречались? Да, эти твари время от времени выползают из своего логова. Верни на дорогу, которую ведет Венгард. Там будет пещера недалеко от разрушенного дома. Они оттуда лезут. Одоело, то разбойники разные нападают, то ползуны. Хорошо, я с ними попробую справиться. Но попозже, потому что, опять же, Сайрус обязан сказать, тут нет бандитов, тут живут ползуны. Давай займемся чем-нибудь еще. А с другой стороны, наверное, Сайрусу-то без разницы, с кем сражаться. Очень подозрительная палка. Зачем она здесь? Ну ладно. Пошли немножко еще на север, потому что здесь обитает тот зверь, которого я планирую приручить. И, наверное, ты уже догадался, о ком идет речь. Нет, конечно, не о Диком Вепре, несмотря на то, что он весьма свиреп и силен. Так, сейчас бы вспомнить. Где-то здесь... Так, по-моему, я иду правильно. Так, только не на гору. Это кролик. Это фризы из-за прогрузки локации. Да, вот он он. Вот он он, роскошный носорог. Так, и надо разобраться с кротокрысом. Почему носорог? Носорог обладает колоссальным количеством здоровья. Соответственно, бандиты его за раз-два не убьют. Ну и значит, он будет очень долго жить. Так, с этим покончено. Немножко мяса и жир кротокрыса. Пока я не знаю, как его использовать, но явно он мне пригодится. Ну что ж, давай попробуем приручить этого носорога. Главное не приручить зайца, иначе это будет полная глупость. Здорово, носорог. Ты будешь моим товарищем? Ну, отлично. Носорог под контролем. И вот я надеюсь, что это заклинание действует бессрочно. Здорово, как тебя назвать? Ну, я знаю, слона по имени Джамбо. У меня будет Джамбо-носорог. Почему бы и нет? Так, тут, конечно, можно пройтись по горам. А это носорог так фыркает. И уж подумал, где я волка пропустил. Ладно, давай здесь когда-нибудь потом осмотримся. Сейчас мне нужно расправиться с бандитами. С бандитами, Артеги, а все остальное потом. Про ползунов я помню, но Сайрус это не захочет делать. Здоровьем носорога я рисковать не хочу. Потому что непонятно, как он будет восстанавливаться. Опять же, мне кажется, если бы у меня был навык друид. Так, где он здесь? Восстановление магии. Вот друид. Длительные всех превращения удваиваются. Мне кажется, для этого навыка вполне разумно сделать так, чтобы я мог разговаривать с животными и давать им какие-нибудь лечебные корешки, чтобы мой носорог мог восстанавливать здоровье и, соответственно, лечиться и сражаться бесконечно за меня. Ой, что тебе в носорога не попало? Отлично. Так, ты же не злишься? Нет, он нейтрально ко мне настроен, а точнее даже дружелюбно. Итак, жало шершня у меня. Так, только не фыркай на меня. Это напрягает, потому что я все же опасаюсь, что он в самый неподходящий момент на меня нападет. Ну, надеюсь, это не произойдет. Так, тут шершень. Да ну его. Давай обойдем стороной. Вот тут еще дикие вепри. Они обычно ходят группой из двух-трех особей, поэтому нет. Не вариант с ними сражаться. Пошли дальше. Мне здесь нужно как-то аккуратно спуститься, потому что вдруг мои спутники решат пойти в обход. Мне это совсем не нужно. И кажется, на меня несется вепрь. Я правильно понимаю? Да, еще и волк. Кстати, а может волк идет за вепрем, а не за мной? Нет, ну конечно, пускай они за мной бегут. Мне до них дела нет. Они между собой сражаются. Кому мне помочь? Как ты думаешь, кто в этом сражении победит? Вепрь или волк? Мне кажется, все-таки волк должен победить. Он хищник, хотя вепрь тоже суров и силен. Так, твои ставки. Я думаю, что это волк. В руках у меня копьень, который не показывает здоровье. Вепрь поздоровее. Да, судя по всему, вепрь победит, но я готов прописать вертушку. Это прекрасный удар, который содержит в себе три удара. Носорог отвлек. Отлично. И по-моему, никто повреждений не получил. Здорово. Так, немного мяса. Немного мяса и шкур. К сожалению, я не знаю, как изготавливать стрелы. Никто мне не хочет объяснить. Ни охотник, который живет около Кабдуна, ни охотник, который живет на Слоунхенже там подальше. И это проблема. Потому что покупать стрелы, это невыгодно. Это совершенно невыгодно. У меня, опять же, есть дубины, которые я могу использовать для создания древка стрелы. У меня есть клыки, которые, судя по всему, я могу использовать как наконечник. У меня есть руда, которую я чисто теоретически могу тоже переплавить в виде наконечников. Но как это сделать? Ай, носорог, ты меня пугаешь. Итак, вот пещера. Где обитают бандиты-артеги. Тут рядом есть волки. Я, конечно, могу использовать заклинание «Призыв животных», чтобы вот эти волки напали на бандитов. Но есть небольшая проблема. Мой носорог ведь тоже животное. И я не знаю, как он на это отреагирует. Мне не хотелось бы терять над ним контроль. Поэтому предлагаю аккуратно выстрелить в бандита и приманить его сюда. Так, я пошел помогать носорогу. Потому что тогда другой бандит будет держаться от меня подальше. Вот, этот роскошный удар, состоящий из трех ударов. Ай-яй-яй-яй-яй. А, Сайрус, давай-ка ты будешь в ближнем бою сражаться. Я и сам могу стрелять. Так, моего носорога бьют. Это нехорошо. Носорог, помогай. Отлично. Ну, а тебя мы задолбим вместе. Могучий удар. Ну, разве это не прекрасно? Молодец я или не молодец? Нет, ты не молодец. Ты занимался какой-то ерундой. Всю работу сделал. Я вместе с носорогом. Так, у бандита немного риса и кувалда. Четыреста монет. Это великолепно. К сожалению, носорога ранили. Ну что ж, минус два бандита. Сколько их всего? Я подумал, человек 20, наверное. Давай-ка я поставлю огненную. А, вот оно что. То есть, я купил нормальную огненную стрелу. Разница в 55 единиц урона. Интересно будет посмотреть, а как она поджигает. Итак, минус два бандита. Осталось, наверное, 18. Это пещера Артегия, главаря бандитов. Я прямо-таки носом это чую. Тут не обязательно носом чуить. Мы как бы с тобой только что победили бандитов. Они не из воздуха же взялись. Так, я думал подкрасться, чтобы меня не заметили. Итак, раз бандит, два бандит, три бандит. Вверху есть еще пещерка и может четыре бандит сбоку. Хорошо. Но не совсем. Давай попробуем кого-нибудь одного выманить. Например, карманника. Я думаю, он будет хорошо гореть. Я ему точно в голову не попаду, но постараюсь. Хорошо запалил его. Так, три против трех. Со мной носорог. Ой, ой, ой. И на меня все набросились. Нет, не вариант. Как-то они меня прям жестко так встретили. Нужно восстановить здоровье. Я надеюсь, что Сайрус и носорог заметят, что меня нет в пещере и тоже за мной побегут. Так, шнапса немного для восстановления. Бандиты отстали. Кстати, может я таким образом смогу их разделить? То есть часть бандитов решили побежать за мной. Нет. Судя по всему, все остались в пещере. А нет, вот мой носорожек. А Сайрус? Сайрус, ты дурачок, честно говоря. Нет, ну с такой ордой сражаться не вариант. Их слишком много. Они и меня задолбят, и Сайруса. Нужно действовать как-то умнее. Мои товарищи сюда не бегут, увы. Со всеми сражаются плохо. Карманный вор. Он что, из кармана? Так, я надеюсь, что Сайрус выживет. Я ему передал много зелий. Соответственно, мы с носорогом сейчас этого вора задолбим по-быстрому. Ага, задолбим. Бандит меня заметил и бежит ко мне. Ну, что-то тактика моя не работает. Масайрус, носорог. Идите сюда. Нет, они там сражаются. Ай. Так, здоровьем у меня все плохо. У носорога дела не лучше. Так, остался один удар. Отлично. Улетел. И сейчас я улетаю. Так, побежали. Побежали как можно дальше. Нет, я не буду стоять. Тактика как-то провалилась. С другой стороны, мы одного бандита все же смогли одолеть совместными усилиями. Вот мне хочется понять, а Сайрус и носорог все-таки решат ко мне вероятность? Вернуться или нет? Или они так и будут сражаться в пещере? Отлично, носорожек идет ко мне. А здорово, Джамбо. Ох, а это прекрасно. Они же полностью восстановились. Так, бандюган, иди сюда. Сейчас ты будешь отгребать. Ну вот это честный бандит, мне кажется. Мне это нравится. Так, минус еще один бандит. Итого минус 4. В этой пещере их было 5. Там еще наверху возможно 10. Так, аккуратно. Кстати, карманник восстановился, по-моему. Я в него стрелял, может тогда не стоит использовать нормальные стрелы. Стой! Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Я умираю на ровном месте. Ну все как обычно. Мне жизненно необходима броня. Что хочешь делай, но броню найди. Так я говорю безымянно. Точнее, он сам себе говорит. Понимая, что каждый удар приближает его к смерти. Мощный удар. Улетел. Мне это нравится. Мне тоже нравится. Трое на одного. Мне кажется, это честно и справедливо. Так. Мне пещера сейчас помешала. И выносливости у меня нет. Ладно, товарищ его задолбит, я думаю. Носорог просто великолепно сражается, постоянно его роняет. Мне это нравится. Мне тоже. Так, Сайрус не ранен. Носорог тоже почти здоров. Алибарда. А тут мелочевка. А другого бандита где я победил? На улице или где-то тут? Да. Так, по-моему, это он? Нет. Вот он валяется. Всего лишь ягодка. Что у него при себе было? Где оружие? Ржавый меч. Понятно. Мясо между тем заканчивается. Но они меня просто слишком рьяно бьют. А точнее, я слишком рьяно подставляюсь. Калибарда. Карманник. Отлично, щит. Утяжеленная дубинка. 600 монет. Ох, как же это хорошо. То есть я уверен, что точно выйду в плюс. После зачистки этой пещеры. Так. Здесь больше никого? Мне кажется, тут кто-то еще должен быть. Хотя бы один. Мы же не всех победили. А вот. Карманный вор. Алкоголик. Я тебя все равно достану. В смысле? А ты стреляешь? Так, а вот это нехорошо. Потому что он стреляет. Соответственно, мои товарищи побегут туда с ним сражаться. И будет все плохо. Я предлагаю тогда разобраться с вот этим вооруженным бандитом. Ну, как же так? Я промахиваюсь. Так, вооруженный бандит, иди сюда. Да, молодец. Прямо в голову. Я планировал... Я планировал в голову, в итоге ничего не вышло, и он еще меня ударил. Мне кажется, моя стрела отлетела от носорога. Ну, сейчас мы с ним разделаемся втрою. А как это я промазал? Я не срубил его мощным ударом. Так, теперь он хочет меня побить. Нет. Но носорог делает все по красоте. Сайрус держит блок. Все здорово и прекрасно. Я изредка наношу удары. Я застрял в камнях. Есть еще порох в пороховнице. Ну, да. Тушеное мясо. Шнапс. И шипастая дубинка. По-моему, дубинка стоит где-то 500 монет. Так, где она? Где она? А, 300. Ну, ладно. Я точно отобьюсь, но не уверен, что выйду в хороший плюс. Так, и теперь передо мной огромная пещера наверху, и там много бандитов. Что с ними делать, не совсем понятно. Давай здесь осмотримся. Есть костер. Я могу поджарить мясо. Нет. Да ты и так меня уже достал. Зачем ты меня заметил? Интересно, этот бандит может сюда один подойти? Если да, это будет прекрасно. Но вроде никто не идет. Ладно, взломаю крепкий сундук. Начнем заново. Ну, да. Здесь я получаю обычный лук, призыв животных, сонный туман. Можно кого-то из бандитов усыпить, но я думаю, есть лучшее применение заклинания сон. Это на арене. То есть я перед боем на арене заставляю заснуть моего противника, забираю его оружие. Это великолепно. Сломано. Сломано. Лево, право, лево, право. Тут ослабление, целебное зелье. Ну, неплохо, наверное. Осталось мне найти еще 4 ящика с лампанным маслом. И сколько счетов? Еще 2. Только как этих бандитов победить, не совсем понятно. У меня, конечно, есть прекрасное заклинание. Гроза. Урон. 125? 1250. Однако требует 290 очков маны. Это очень много. Так, меня кто-то заметил. Меня заметил стрелок. Стоять. Да я стою. Выбегай сюда. Я буду не против с тобой одним сразиться. Раз, два, три. Там еще человек 5. 9. Выманить их будет проблематично. Ну, давай попробуем. У-у-у-у-у. Да. Сражаться не вариант. Убегаем. Джамбо, Сайрус, побежать. Где мои спутники? Или они там сражаются? Да, они там сражаются. Мне это невыгодно. Конечно, вот так отбегать это не совсем честно. Но давай представим, что Безымянный придумал какую-то хитрую ловку, в результате которой он смог выманивать бандитов по отдельности и с ними справляться. Просто идти в лоб это максимально глупо. Так, Носорог. А Сайрус. Отлично. По крайней мере, один бандит здесь. Три на три. Плохой бой. Мы не справимся. Плюс Сайрус где-то непонятно находится. У него есть два зелья. То есть, чисто теоретически, он, наверное, не должен умереть. Я на это искренне надеюсь. Носорог. Отлично, молодец. Сайрус. Отлично. И бандитик один. Ну, он какой-то бронированный. Ну, давай ломать его броню. Мощный удар. Не срубил. Три удара. По 37 единиц повреждений. Так, он сейчас... Нет, на меня не агрессивен. Так, отпрыгнуть. Товарищи, бейте его. Он не должен меня убить. Клинок ассасина, чтобы его отравить. Но я прям... Не уверен. Но это, конечно, здесь помог бы однозначно. Клинок ассасина поставить на ноль. И периодически на него переключаться. Так. Так. Лучше, конечно, мне со спины подходить, чтобы он точно меня не атаковал. Молодец я или не молодец? Молодец. Хорошо держишься. По здоровью все более-менее. Топор бандита. Дай-ка я у тебя шлем заберу. Нет. Видимо, шлем был уничтожен моими мощными ударами. Что это за топор-то такой? Топор бандита. Топор бандитов. Прочный и надежный. Отлично подходящий для грабежа. Требует силы 170 урон. Сотня. И он еще изношен. То есть 200 единиц урона и стоит 200 монет. Это как-то неправильно, мне кажется. Ладно, хватит болтать. Давай попробуем кого-то еще выманить. Клинок ассасина в лосинах на ноль. Буду пробовать отравлять. Так, опять меня арбалетчик заметил. Минус один бандит. Это ерунда. Так, вот Артега сидит. Еще стоит понять, насколько мощен сам Артега. Потому что вдруг он сильнее половины банды. У-у-у, опять Орда бежит. В общем, бегаем туда-сюда. И поодиночке побеждаем бандитов. Сражаться каким-то другим способом, мне кажется, невозможно. Носорог, ты где? Сайрус. Они там дерутся плохо. Они должны вернуться ко мне. Но они не возвращаются. Раз, два, три, четыре, пять. Там кто-то страдает. Если они сражаются с Ордой, это плохо. Да, с Ордой. Сейчас их забьют. Мне нужно убежать подальше. Вот здесь сражение точно закончено. Волки урчат. И у меня закончилось все мясо. Носорог. Джамбо. Сайрус. Отлично. Сайрус бежит. И носорог бежит. И нужно выцепить вот этого бандита. Эй, ты. Мы еще встретимся. Да, мы уже встретились. Давай сражаться. Будет ядовитый укол. Отлично. Я сделал свое дело. Он отравлен. Получает повреждения, которых... Не видно. Но это, мне кажется, больше, чем я... В обычном режиме бы нанес ему. Как же здорово его валяет носорог. Жалко, что от яда не показывается, сколько он повреждений получает. От клинка 42 единицы урона. Молодец я или не молодец? Молодец, конечно, Сайрус. А, по здоровью. Будь здоров, не чихай. Все в порядке. Булава. Так. Я могу посмотреть, что у этого бандита было при себе? Ну ладно, потом. Коль вы здесь встали. Опять меня заметили. Я надеюсь, что когда-нибудь выбежит поменьше бандитов. Но нет, это просто, опять же, орда... Шестеро. Шестеро или даже семеро. Тактика прежняя. Может, в этот раз хотя бы двое за мной погонятся? Я жду своего носорога. Ну и где вы? Джамбо, Сайрус. Ну вы. Это было близко. Сейчас ты получишь. Головорез идет за мной. Носорог должен вылезти. Скоро. Надеюсь. Бандит отстал. Так. Надо убежать подальше. Иначе ничем их хорошим не закончится. У носорога и Сайруса определенно не безграничное здоровье. Вот куда-нибудь сюда я убег. И давай возвращаться назад. А, десять опыта. Где-то заяц помер. Черт. Ничего не меняется. А, носорог. Вот он он. А с Сайрусом там проблема. Так, ладно. Попробую бежать еще подальше. Ну да, вот так я попытался зачистить эту пещеру. Ничем хорошим это не закончится, судя по всему, для Сайруса. Но я не хочу, чтобы он погибал. Волки. Почему Сайрус не возвращается? Наверное, ему не дают пройти. Там просто Орда. Что я могу сделать с Ордой? Какая-нибудь волна холода была бы у меня. Но ее нет. Носорог здесь. Что-то летает в воздухе. Кролик. Головорез бежит за мной. Сайрус, ну выбеги ты оттуда. Они, конечно, могут тебя мутузить бесконечно. Теперь ты. Не вариант. Там Сайруса в это время 100% убьют, если он уже не помер. Да, вот так вот весело. Тяпну, что ли, с горя Шнапса. Может быть, вы достаточно устали, чтобы поспать. Спасибо. Стой! Сайрус там жив. Вроде бы. И все ближе и ближе к выходу. Мы приближаемся. Ну, со всей той толпой я точно не разберусь. Давай хотя бы одного застрелю. Он летел не туда. Носорог, ну добей ты уже его. Ай. Буквально удар остался. Отлично. Один легковооруженный помер. Это меня уже радует. Я отбегаю назад. И, по-моему, здоровье и носорога, и Сайруса восстанавливается. Что меня несказанно радует. Четыре. Поджечь. И отравить. Оу. Сайрус, наконец-то ты вернулся. Я заметил его там вдали. Дай-ка возьму копье. Так, выносливость закончилась. Отлично. Минус один. Забегаю за спину. Никто на меня внимания не обращает. Яд. Яд. Черт. Яд не прошел, но... Не хватило опять расстояния. Молодец я или не молодец? Конечно, молодец. Столько продержаться. Красавчик просто. Давай вставай. Бочка мне помешала. Вот сейчас я не понимаю, почему я его не задел. Итак, мы одолели еще трех бандитов. Это хорошо. В основной пещере теперь минус... Носорог. Да ладно. Ты же можешь помереть. Бродяга. Сундук. Шипастая дубина. Сейчас мне нужно сделать так, чтобы носорог сагрессировал, побежал куда-то вперед. Я убежал от него. И он таким образом восстановил здоровье. Такая лебарда. Бронированный бандит. Легко вооруженный. Заяц. Неизвестно, как сюда пробрался. Безбилетник. Я стреляю, убегаю, надеюсь, носорог восстановил здоровье. Неубиваемый вот этот грабитель, который на входе стоит с лебардой. Я у него столько стреляю, 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 стреляю. Умирают все, кто угодно, кроме него. Так, мои товарищи побежали в бой, а я убегаю. Главное, чтобы за вот эти вот секунды моего носорога не победили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Считаю, до десяти чисто... Ну, не знаю, может, нужен какой-то промежуток, чтобы здоровье восстановилось. Или там мои боевые товарищи вернулись здоровыми и невредимыми. Головорез, стой! Ах, головорез, головорез. Да. Ай, только не убивайте. Так, мужики, аккуратнее. За мной бежит какой-то сумасшедший... Панк с ирокезом. А, тут еще один. Втроем. Но я тебя явно не одолею. Чем хорошим это не закончится? Помочь этого победить? Ух ты. Нет, там орда идет, а желательно тогда отступить. Желательно отступить. Потому что там выбегало, по-моему, еще трое. Ну, соответственно, они заболят и Сайруса, и меня, и носорога. Как же много бандита в этой пещере. Где мой носорог? Черт, он сражается. За мной побежал бандит. А, Сайрус, носорог, возвращайтесь. Стоять! Главное, чтобы еще волки меня не заметили. А то будет совсем весело. Мне кажется, вот этот волк, который на меня сейчас смотрит, хотел меня грызануть. Так, отлично, носорог вернулся. А Сайрус, судя по всему, сражается. Только вопрос, сколько там врагов? Вот, двое нас заметили. Носорог, ты сможешь двух сдерживать? Да, опять же, двое за мной бегут. Сайрус где-то там. Прям как истина. Это все еще пещера мне мешается. О, отлично. С одним мы точно справимся. Вот и все. Носорог им занимается. Я подхожу. А, вонзаю клинок со спины. И все здорово. Только не хватило расстояния. Это как я тебя не отравил? Ух, действительно. Блок в кои-то веки. Жестокое убийство прям в спину. Так, ржавый меч. Головорез, Асайрус. Я надеюсь, ты там не помер. Топор бандита. Отлично. Еще один на нас бежит. Носорог. Наша тактика. Отойти подальше и с ним разобраться. Стоять. Стою. Иди сюда. Ну ты будешь идти или как? Носорог. Молодец. Зелье не хочется пить, но мне кажется, нужно. Потому что сейчас какое-то попадание по мне. А, я забыл про похлебку. Точно, точно, точно. Ладно. Как же не хватает расстояния порой. Идеально. Сайрус, ты там жив? Да, жив. С ним сражаются трое. Так, отравил второго. Так, карманник помер. Отлично. Грабитель сейчас помрет. Так, бывший каторжник. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не заметил, что ты меня атакуешь. Да тебя бьет мой носорог. Отвали ты от меня. Молодец, носорог. Бей его. Мне это нравится. Мне тоже. Сайрус, ты как? Здоров? Здоров, как бык. Меч. Арбалет. Болты. Нормально. Носорог. Тоже здоров, как носорог. Далее. Кто там, интересно, остался? Утяжеленная дубина. Алебарда. Неубиваемый грабитель. Сколько ж ты можешь жить? Будь здоров, Сайрус. Так, дай-ка я восстановлюсь. Артега. Грабитель. Больше особо никто не бежит. Кстати, смотри, как хорошо. Артега бежит за мной, к сожалению. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Его выманить. Ко мне прибежит носорог. Возможно, ко мне прибежит и Сайрус. Ух ты. Бандиты-то победили. Умри от яда, Артега. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот под удар ему точно не стоит попадаться. Он стал стен... Стеной к спине, я хотел сказать. Спиной к стене. Очень хорошее место для обороны. Но никогда против тебя трое. Я могу в него стрелять, между прочим. Но я хочу его отравить. Смерть от яда, мне кажется, идеально подходит для бандита. Так, главное не скатываться. Есть еще порох в пороховнице. Отлично. Это, наверное, и есть предводитель бандитов в прибрежной области. Не так ли? Я представлял его себе более сильным. Артега мертв. Что? Правда? Жаль. Я-то думал, что сейчас все только начнется. Да. Значит, я снова пойду стоять ночную вахту. Мне было приятно. Будь здоров. Ну, ты можешь как бы со мной здесь зачистить побережье. Не хочешь заняться таким Сайрусом? Сперва передохну. Нет, и не хочет. Так, и мне сейчас нужно отойти, к сожалению. Пам-парам-пам-пам. Продолжаем. Ну что ж, давай смотрим пещеру. Мне кажется, там кто-то остался в живых. Но Сайрус решил меня бросить. А так. Носорог, ты можешь отойти? Потому что я хочу ограбить этих бандитов. Посмотреть, что у них там при себе. Шипастая дубина. У Артеги голова Артеги. И 50 монет. Голова будет моей. Наверное, я оркам ковду не покажу ее. Кстати, как-то они странно здесь раскидали оружие. Вроде они чем-то сражались, и это что-то я не могу подобрать. Так, или что-то вот здесь валяется за носорогом. Так, носорог, давай-ка ты отойдешь. И там никого нет, здорово. Так, болт, болт. Темно, хоть глаз выколи. Отлично, больше никого нет. Я сомневался, потому что вдруг кто-то еще остался. Так, давай тогда использовать факел. А то есть ощущение, что я здесь не найду ящики с лампадным маслом. Итак, что у нас есть? Сундук. И в сундуке... Зелье выносливости, отмычка и немножко золота. Ну, сойдет. Железный сундук. Что я сделал? А я факел выкинул? А зачем? Так, факел взять. Факел бросить. Ну ладно, пускай он валяется. Освещать пещеру. Сломано. Да, сломано. Сломано. Право, лево, право, лево. Сломано. Начнем заново. А, так, понятно. И здесь у нас взрывная стрела. Урон 430. Оглушающий взрыв сбивает с ног противника. Пламенный клинок. Зелье выносливости, укрепляющее зелье, немного мяса и 5 монет. Я не знаю, кто бросил эти 5 монет сюда. Так, еще один ящичек. Следующий железный сундук. Та же самая комбинация нет. Прекрасно. Очень легкий замок. Взлом замков. Превращение впадальщиков, шершня, мясо и парочка монет. Далее, еще один ящик с лампадным маслом. Еще один ящик. Сокровища. 250 золотых. И очередной сундучок. Сломано. Обычная старая огненная стрела. Зелье волка, яблоко и монета. Взрывные стрелы мне понравились. Остальное какая-то мелочевка. Много золота. Так, факел. Ты идешь со мной. Топор бандита. Не знаю, почему он здесь валяется, кто его бросил. И вот он, последний ящик я вижу. Начнем заново. Отличный замок. Еще четыре взрывные стрелы. Телекинез, отмычка и золотой самородок. Так, факел мне вроде как больше не нужен. А в инвентарь я могу же его спрятать или нет? Давай проведем такой эксперимент. Восемь это факел. Я подбираю факел. И кладу его назад. А у меня было семь факелов, стало шесть. Нет, лучше я буду тогда его выбрасывать, потому что это как-то странно работает. То есть восемь. У меня шесть факелов, кладу обратно. Пять. Ну, видимо, я его просто тушу. А так, пускай бы валялся в пещере, освещал путь. Ну, ладно. С бандитами Артеги я справился. Сейчас можно доложить Ямару о том, что ящики у меня. Отправляюсь себя в Ардею. Там будешь жить, поживать и добра наживать. Но еще отбиваться от нападающих орков. Грабитель. Деревянный щит. Пять из пяти, отлично. Благородный меч. Ну, а чем еще могут сражаться бандиты? Так, носорожек, отойди. Мне кажется, я другого бандита тоже не осматривал. Нет. Видимо, я что-то другое заметил. Хорошо. Сколько сейчас времени? А, 19.40. 19.40. Заглянуть потом в Ардею. В Ардею у меня есть несколько заданий. Ничего себе, несколько у меня до миллион. Золото Джека можно отобрать. Наедливые шныги. Крис попросил избавиться от шныгов из пещеры неподалеку. Это просил рыбак. Ползучие твари. Рыбаки должны рыбачить. Доски нужны. Старик в беде освободить кабдон. Убить оленей. Можно отнести щиты. Можно рассказать Ямару, что ящики свободны. И заглянуть к Джеку. Я думаю, это оптимально. И потом направиться в кабдон и посмотреть, что мне расскажет лидер орков. Предлагаю дерзко и резко не бегать. Потому что я боюсь, что носорог отстанет и потеряется. А мне не хотелось бы терять такого выносливого и живучего товарища. Плюс у него, конечно, урон не такой высокий, как мне кажется. Но он весьма умело всех сбивает с ног. Тут, в принципе, я бегу просто по прямой. Он не должен отстать. Да, вон он. Здесь я его приручил. Не знаю, была ли у него семья или нет. Он тут был один. Соответственно, он никого не бросил. Так. Немного лагает. Прогружается территория, судя по всему. Заглядывать к ползунам прямо сейчас я не планирую. Мне кажется, это будет, ну, чересчур опасно. Плюс носорог может застрять в такой пещере. Здесь, наверху, ни одной травинки полезной. Неожиданно. Да, нету ничего. Странно, но ладно. Я думал, будет какой-то корешок. Здорово, Ямар. Главарь бандитов Ортега мертв. Это правда? Что ж, как-никак, хорошая новость. Мало сносорков. Так теперь еще и бандиты. Ну и вот твое масло. Вот, получай свое лампадное масло. Спасибо, чужак. Я никогда этого не забуду. Возьми это в благодарность за твой самоотверженный поступок. Сейчас же отправлюсь в Ордею, пока у меня опять не украли мое масло. Ну хорошо, встретимся там. 400 монет. Весьма неплохо. И я получил 11 очков обучения. На что хотел бы я их потратить. Карманная кража дальше. Я лучше разовью навыки вора, грабя кого-нибудь, взламывая что-нибудь и так далее. Лучше стрелять из лука я не могу. Зелья. Варка зелий маны. А для долгоиграющих зелий требуется этот навык. У меня алхимия есть. Но сейчас прямо это мне не нужно. Кузнечные навыки. Я плохой кузнец. Затачивать оружие не умею. Тратить на них тоже как-то не хочется. Обучиться тяжелому оружию. Для этого нужно развить выносливость. Может как раз таки на нее стоит потратиться. А с другой стороны у меня есть всякие корешки. По-моему агролист дает дополнительно выносливость. Где он у меня? Нет, охрана трава плюс 4 единицы. То есть 16. 166 суммарно. Маловато. Так. Я сейчас иду к обду, но это не туда. Вот я не знаю как будет работать телепорт в том случае, если со мной носорог. Мне кажется носорог вы меня покинет. Мне этого не хотелось. Поэтому давай я просто дойду до Орды и встретимся на месте. Продолжаем. И вот я подошел к Орды. А где второй человек на страже? Эй, Мортон. Странно. Я думал, что это Мортон отсюда слинял. Но нет. Кому я должен был отдать щиты к кузнецу? Давай с ним поговорим. Наверное он сейчас дома сидит. Или нет. Куда кузнец мог пойти в 9 вечера? Логично в таверну. Теперь пробраться мимо своего носорога нужно. Так, Урсула. А вот он кузнец. Здорово, Лука. Я принес тебе щиты. О, спасибо, это то, что нужно. Ижи своего снаграждения. Я получил баклер. Ну не очень-то мне и хотелось его получать. Надеялась она какой-нибудь... Чего? Я получил баклер. А что это? Баклер это вроде такой небольшой щит. Или я получил какой-то... Чертеж баклера. Погоди. А кузнечные рецепты? Да, я получил чертеж баклера. Требует 210 силы, защита 20, 15, 15. У меня нет таких проблем. Мне интересно, зачем для изготовления баклера требуется дубина? Это, конечно, странно. Ну ладно. Побежал я тогда к Джеку. Увидимся на месте. Итак, как мне рассказали, Джек получил деньги у повстанцев и, наверное, неплохо было, если бы он со мной поделился. Здорово. Я слышал, ты принял золото от повстанцев. О-о-о-о. Да. Думаю, тебе можно это доверить. Они были здесь и просили меня сообщить им, как только на горизонте появится корабль. Думаю, они не оставляют надежды, что с моря однажды придет спасение. Ну, я и есть спасение, а дай мне это золото. Дай мне золото повстанцев. Да, конечно. Зачем старому моряку столько золота? Ну, не трать его по пустякам. Хорошо? Хорошо, 400 золота, просто так. Покажи мне свой товар. Так, что у него есть? У него мелочевка, давай я ему скину, опять же, чтобы не забивать инвентарь других торговцев. Топорик. 45 монет, ерунда. Благородный меч. Будет урон 104, но, опять же, есть оружие получше. Утяжеленная дубина. Также полностью на продажу. Меч туда же. Ржавые мечи, вроде как, можно переплавлять. Обычный лук на продажу. Великолепные стрелы. 135 золотых. Мне кажется, они должны гораздо дороже стоить. Так, у него сколько всего монет? 4000. Шипастую дубину тоже всю продаю. Благородный меч. 500 золотых. Кстати, смотри, урон. Изношенный и 125. То есть, итого 250. Это очень много. Топор бандита, кстати, целый, не изношенный. Давай-ка я не стану его продавать. Чисто ради интереса поношу с собой. Возможно, когда-нибудь я смогу его поднять. Кувалду на продажу. Алибарду, увы, тоже я продаю. Мне, во-первых, не хватает ловкости, чтобы ее использовать. Во-вторых, навыка. А в-третьих, она изношена. Топор дровосека на всякий случай с собой оставлю. Арбалет. Тоже продаю. Итак, 5000 золотых. Не все тебе надо продать, получается. Я что-то забыл. Внимательно за этим следить. Вот. Баланс. И у меня 6000 монет. Вспомни, сколько я до этого потратил и сколько теперь приобрел. Итого, я могу купить доспех. И может посражаться на арене в следующей серии. Плюс, с другой стороны, мне орки уже доверяют. Репутация. 75. Это прекрасно. Давай посмотрим в ардее, что я могу еще получить. Ну, в смысле покупок. Я бы не отказался приобрести какие-нибудь интересные свитки. Ну, типа сна и так далее. Кроме того, вот здесь, наверху, был запертый дом. И я не мог сломать замок. Понятно, все уже разошлись. Так, Тесса, работник. Это не тот. Вот, вот он, алхимик. Сидит около статуинуса. Здорово. Покажи мне свой товар. У него, к сожалению, свитков нет. Почему-то я подумал, что они у него должны быть. Покажи мне свой товар. У колодовщика всякая мелочевка, ерунда. С другой стороны, а сколько у меня отмычек? Тридцать две. Но они быстро ломаются. Давай-ка я все куплю. Сделка. Далее. Кузнец. Здорово. Покажи мне свой товар. Создание оружия пока меня не интересует. Доспех 5000 золотых. Защиту дает, но мне кажется, в одежде повстанца приходить в Кабдун, это просто самоубийство. Здорово, Арсула. Покажи мне свой товар. У Арсула есть вот нормальная алибарда, однако она стоит 1200. Но урон с 90, неплохо. Мое копье, напомню, что наносит, по-моему, 60 единиц повреждений, и оно у меня в руках. Я не могу, значит, посмотреть. Так, Хавьер. А пираты на острове мертвы. Их было не так уж и много. Этого достаточно, чтобы отводить их от посекательств Нарды. Вот твоя награда, отлично справился. 250 золотых на ровном месте. Покажи мне свой товар. Так, у него тоже мелочевка. Чего покупать я не желаю. Давай сейчас еще поговорим с охотником. Так, Гарин. Мы поговорим позже. Ладно. Охотника зовут Марсден. И вот только куда он делся? Сара? Я не хочу неприятностей. Ладно. Покажи мне свой товар. Так, что я хотел у него посмотреть? У него есть шлемы. Капюшон охотника. Защита от клинка 5. Выносливость плюс 25. Мне вот интересно, для навыка требуется выносливость. А что, если я просто одену капюшон и получу эту дополнительную выносливость? Сработает ли это так? Неизвестно. Далее. Кожаный шлем охотника. Но это колоссальные затраты. Нет, я не смогу. Отбивная по охотничьи. Требует 4000 за рецепт. Безумие какое-то. Облик животного превращается в указанное животное. Давай я куплю приручение. Призыв животных не буду приобретать. По поводу луков и стрел. Тоже не думаю. Доспехи. И вот знаешь что? Мне кажется, если я буду использовать доспех наемника, придя в лагерь повстанцев, они на меня нападут. Равно как и наоборот. Если я использую доспех повстанца, придя в лагерь орков, они на меня тоже нападут. То есть желательно носить какие-нибудь нейтральные доспехи. Например, доспехи охотника. То есть охотник может как с орками работать, так и с повстанцами. И по идее никто возмущаться не должен. Но так жалко тратить 6000 монет. Ты парень что надо? Да, конечно. Ладно, тогда тебе топорики, булава, болты, которые я не использую. Коза пускай будет при мне. Посох тоже пускай будет при мне. Доспех ополчения тоже остается. Вдруг мне нужно будет сыграть роль ополченца. Шкатулки, другие драгоценности продавать не буду. Итак, баланс. Денег нет, но я получил доспех охотника и защиту. Хотя бы в 35 единиц. Плюс я получаю навык тихий охотник. Значит, я могу подкрадываться к диким животным и, например, расстрелять всяких пугливых оленей. Так что в целях на завтра. Отправиться к пугливым оленям. Дикий вепрь. А что он тут забыл? Поохотиться на них. Добить последних. Не знаю, получится. Хотя нет, не получится. Потому что они слишком живучи. Значит, я иду в Капдум и смотрю, что мне расскажет главный орк. Ну и, пожалуй, на этом на сегодня все. Итак, спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий. Подписывайся на канал. Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok